МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делать надо что-то, Паша. Для города, для людей. Команду ростовскую надо поднимать. Ой, Лёв. До международного уровня. Я даже не знаю, кто такой твой Зидан, Зидан, Смудан. Да ты что? Вот первый раз, клянусь. Но у нас там другие игры. Ну, Лёв, давай, катай. А твоя очередь? Ну, да, и я. А Зидан бы попал. Так, ладно, давай отделим. Значит, вот, на твоё имя, в московском отделении банка, всё, что я тебе должен, плюс проценты. Вот все твои сто пятьдесят тысяч. Уже? Проценты зачем? Ну, не мог же я тебе не заплатить, а? Ну, ты же для меня по жизни, ну, по жизни так сделал много, что я даже не знаю. Ладно, брось ты, сочнёмся. Стрек, стрек, стрек. Я знал! Я знал, что ты поднимешься, как никто. Всем прикурить дал. Ой, ладно. Погоди, я что сказать хочу. Верка твоя у меня вот перед глазами стоит. Всё, Паша, всё, Паша, хорре, хорре с этим, хорре. Помянули мою Веру Петровну. Давай теперь за хорошее выпьем. За твою американскую мечту! Ну, давай. Проша, пойдём. Хозяин зовёт. Не, у меня чай ещё не заварен. Поставь чайник и пойдём. Проша, не дури. Пойдёшь? Миша, не надо! Миша, не надо! Не что я тебе говорю? Не надо, не надо! У меня нервы уже. Правду, только правду. В глаза мне смотри, в глаза. Есть ли лимон-то за крома? Моя Верёвка, смешной ты. В этом бизнесе лимон-то ничто. Мне там, кстати, научили работать с чужими деньгами. Вот, значит, как. Не, 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 не как у нас. Всё законно, легально, всё. Паша, как туда влезть? Лёв, очень сложно. Очень. Всё поделено. Всё закрыто. Но самое главное, они... Они очень осторожно стали относиться к эмигрантам. Успели нагереть, сволочи. Что да, то да. По нулям. Азидан бы попал. А если, значит, у тебя криминальное прошлое или же там связи криминальные, всё, ФБР садится на хвост по-чёрному. И если обвинение, значит, не предъявят, то депортируют. И вышлют. И вообще больше не пустят. Ты сам-то как зацепился? Лёв, когда я был никем, то не интересовались. А вот сейчас я вышел на другой уровень. Ты крут, Паша. Скоро буду в сотне лучших биржевых брокеров. Ты очень крут, Паша. Как туда влезть? Как? Ты всё можешь? Да не всё. Ой, не всё. Далеко не всё. Погоди. Давай это. Знаешь, я понимаю, что тебе сейчас не до того. У тебя там слышал разборки с этим, ну, с бутафором. Лёв, мне надо помочь. Лёв, ещё раз. Прости, 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 прости. Да ладно. Какие проблемы? Помогу. Чё надо-то? Лёв, а у тебя какие-нибудь связи есть в прокуратуре? Свой человек? Да, свой. Свой. И очень-очень влиятельный, Лёв. Такой мне, Крив. Страик, Лёва. Ай, Сидан бы тоже попал. В пятницу, где-то за сутки до того, как Ателу поджарили, Прохор спросил у меня, где живёт Азов. Будто бы вы попросили. Ну, я и сказал. А что, нельзя было? Свободен. Ага. Ни черта я его не просил. Фёдор Матвеевич, не верь волчарам. Беса гонит, ***, ментовская. Прохор. Ты же не хочешь, чтобы я тебя зверски мучил? Нет. Фёдор Матвеевич, скажи, зачем мне тебя кромить-то? Я же пёс твой. Ты же кровь моя. Что я без тебя? Что я буду делать-то? А в самом деле здесь что-то не сходится. Зачем Прохору весь этот головняк? Кажется, присяжным заседателем непонятны мотивы подсудимого. Прохор, как твоя фамилия? Михаил. Это по маме. А папина как? Куриной он, так же, как и я. Вот-вот. А по батюшке? Матвеевич. Замечательно. И получается, Фёдор Матвеевич, Прохор ваш младший брат. Сводный по отцу. Вы его не афишировали. Человек он не авторитетный. Да и сидел за никудышную статью. Что там у нас? Всё, проехали. Мрат! Что дальше? Эксперта уже вызвали. Кабан. Кабан! Здрасте, здрасте, здрасте. Собецкий Герман Василович, адвокат. Да знаем мы тебя, присаживайся. Угу. Простите, Фёдор Матвеевич, сказали, что срочно. И вот, понимаете, вот товарищ, в смысле, господин, он просто не хотел как-то переодеться. Нет, я без претензий. Нет, что вы. Если, так сказать, нужна консультация. Это я вас пригласил, Герман Василович. Простите, не имею чести. Да и не надо. Вы занимаетесь делами о наследстве. Да, да, конечно. Как и мой отец, да. А не подскажете ли нам, является ли сводный брат наследником своего старшего брата? Ага, да, конечно. При отсутствии прочих наследников, а также конкретного волеизъявления наследодателя, то есть завещания. Извините, если ваш, ваш сводный брат был признан официально таковым... Не мой. А, не ваш. А, если, если ваш брат Федор Матвеевич был официально признан таковым, да, то есть усыновлен вашим отцом и... Был, был. Достаточно. Ага, да, 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 вот. А, кстати, Прохор Матвеевич не так давно консультировался у нас по аналогичному вопросу. Да. А, было, было, да. Простите, а что у вас с лицом? А он... Свободен. До свидания. Федор Матвеевич, я вам должен сказать, что, вы знаете, за обещание, оно снимает всякую неопределенность. Кабан, отвези его домой. Ага. Я могу идти домой? Благодарю вас, господа, домой. Всех благ. Домой, домой. Ну, да, 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 да. Господа, спасибо. До свидания, господа. Сказали, домой. Я понял, понял. Домой, домой, домой. Я понял, господа, господа. Откуда ты все это знаешь? Из материалов оперативной разработки, вас лично и всего вашего семейства. Там еще много всякой мелкой ненужной информации, типа, ваш сын освободился досрочно, вы позвонили в Швейцарию, ваш брат обратился в юридическую консультацию. Но мои наследники, мои дети. Кто вам сказал, что они выживут? Смерть можно списать на войну с Акеллой. Федор. Давай поговорим один на один. Ты же мой брат. Только поговорим. Прохор, а ведь ты знал, на какую станцию приедет Джеральд. Федя, давай просто поговорим. Ради памяти нашего отца. Ты же мой брат. Просто поговорим. Федя, давай. Федя, давай. Федя. Федя, давай. Спасибо, не жду. Сам благодарю вас, Фёдор Матвеич, за то, что живым ухожу. Рано благодаришь, ещё не ушёл. А я подумал, мы почти подружились. Ты же говорил, мы не можем подружиться. Хотя ты им не нравишься, мы даже чем-то похожи. Может быть, может быть. Откуда город знаешь? Бывал. И есть знакомые? Нет, никого. Так, одна дальняя родственница. Дальняя? Дальняя, дальняя. Двоюродная сестра, мы редко общаемся. Тебе лучше отсюда уехать. Да я и сам уже так решил. Я тебя не трону. Но за братьев Коржикова с тебя кто-нибудь спросит. Понимаю. Родя сейчас он не закончит, отведёшь его, куда он скажет. Бери мою бомбу. Хорошо. Чтобы завтра тебя здесь не было. И в Москве своей не расслабляйся. Будьте уверены, мы с вами больше не встретимся. Заранее все продумал? Я понял. Да вряд ли, Лёнь. Да и когда он мог успеть-то? Почему чекист отправил нас вместе? Не взорвут. Это любимая бомба чекиста. Что делать будешь? Лягу на дно, пока не откроешь сейф. Окей. Если откроешь. Джеральд говорит, что кодовое слово это очередная сердечная привязанность его папаши. У него есть привязанность? Да. У Фёдора Матвеича любовница. Актриса местного театра. Любовница. Ага. Да болтают. У него в кабинете её портрет с дарственной надписью на думочке стоит. Любовница. И зовут её? Анна. Ну, он использует не имя, а прозвище или что-то в этом роде. Пять, семь букв. Раньше была маркиза кодовым словом. Он так дочку свою называл. Джеральд говорит, что... Останови здесь. Хорошо. Так что мы делаем с кассетами, Лёнь? Наше дело открыть сейф и достать их. Попробуй Альма. Альма? Ты серьёзно? Да. Это персонаж пьесы. А если там вообще никаких кассет нет? Тогда Серёга умер напрасно. Не хотелось бы. Думаю, сегодня Бутафор подпишет мир Сакеллой. И по этому случаю обязательно напьются. Ну? Ну. Дерзай. Пока тебя не раскрыли. Альма. Ну, да. Фёдор! 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 Вот сволочи! Прошку с балкона сбросили! Да жизнь его поганые собачьи сбросила! Сам, что ли? Сам. Фёдор Матвеич, эти? Нет, нет, там такие маленькие, жёлтенькие. Да они здесь все жёлтенькие! О, эти? Ой, кабан ты есть, кабан! Сейчас подохну! Фёдор Матвеич, так может быть, скорую? Нет. Анжели, Анжели! Фёдор Матвеич, Анжелика же уехала! Может быть, Жеральда? Нет, нет! Прошка! Прошка! Фёдор Матвеич, так Прошка же, он… Я сейчас, сейчас, Фёдор Матвеич! Ну, чего там? Да не те это! Ну, как не те, жёлтые же! Ну, жёлтые, но не те! На, поищи! Да что? Вот смотри, на, жёлтые, попробуй тоже! Ну, давай, давай, ищи! Ищи, ищи! Вот эти, а? Смотрите! Эти! Эти! Фёдор Матвеич, если что, я здесь! Ну, чего? Отлично! Вроде дрыхнет! Да! Да! Кабан! Можете валить дольчку, а? Угу! Или, может, коньячку? Эти уже два проиграл! Кстати! Давай! Давай! Чего? Чего? Давай отыграюсь! А ну-ка, давай-давай! Ну, давай! Нет, на левой! Левой, да? Да! Да! Ну, давай левой! Скажи, а ты не знаешь, куда чекист уехал на бомбе? Своей! Так это, он как Эли Мир подписывать поехал! А-а-а! Готов? Давай! Раз! Два! Кабан! Давай-давай, иди-иди-иди! Отыграюсь! Да ладно! Миша! Кто там ещё? Во дворе бомба чекиста! Лева! Что случилось? Паш, всё нормально! Спи! Отдыхай! Ну да! Прохорь Куриной! Психанул и брызнул из окна, бестолковкой вниз, мозги в смятку. Так что не успели даже поговорить по душам. Пап, что-то случилось? Ничего-ничего! Ты ложись спать, всё нормально! Ну и чего я вижу, братаны? Прошка Куриной боднул рогами асфальт, сделал кучку. И чего? Да я вам, Матвеич, ни за брата, ни за человека никогда не считал. Нет, я верю, у вас там промеж тебя какой-то геморрой был. При чём тут наши дела? Лев Георгиевич, не стали бы мы вас попусту беспокоить, вы же меня знаете. У меня все ходы записаны. Вот кто всё замутил и за вашу семью в ответе. Витя, давай просто поговорим. Ради памяти нашего отца. Ты ж мой брат, просто поговорим. Прослушаем вместе. А потом я плёночку эту уж извините, сам уничтожу. Ну, пойдём. Пеклов, ты идёшь? А? Да. Миша! Миша! Да! Миша! 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 Пеклов, ты! Миша! 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 КОНЕЦ 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 Ты извини, я без стулка вошёл, просто... Что тебе нужно? Я услышал, ты плачешь и... Как ты мог услышать? Я сама тебя не слышала. Так мне уйти? Уходи. Нет, останься, а то сразу обрадовался и бежать. Ты же сама сказала. Мало ли, что я сказала. Мне страшно. Садись. Хм. Мне противно и страшно. И бросить я их тоже не могу. Ну да, я понимаю. Вон они, как тебя любят. Папа даже... С твоей игрушкой спит. Мишка Максик. Он от времени постарел и даже потолстел. Я не знаю, кто они мне теперь. Жутко звучит, да? Да. Не так жутко, как смерть на твоих глазах. Проша? Дядя Прохор. Упал из окна. Я его с детства знала. Вечно такой неприкаянный. Бедный родственник. А можете уехать, а? А тебя что здесь держат? Не отвечай. А то опять обманутся. Не манишь. Анжелика! Девочка моя, ты уже встала? Анжелика! Я проспала! Что? Сейчас! Да что ж такое? Черт, черт, черт! Анжелика! Я одеваюсь! Чего? Ну что? Жалеешь, наверное? Нет. Может, тебе надо было сегодня ночью опять открыть папин сейф? Мне теперь этого его папы нужно благословение. Тогда тебе придется познакомиться с моей мамой. Я обещала папе помочь Женькой. Я свое слово держу. Анжелика! Быстрее! Если все наладится, то сегодня я возвращаюсь в Питер. Но ты уже решай, кто из моих предков тебе ближе. Если у меня сегодня тоже все получится, я поеду к твоей маме. В Питер. В Питер. Если сегодня что-нибудь случится, ты знаешь, как со мной связаться. Ну, сколько можно ждать? Я уже оделась. Иду. Так Акела принял нашу версию? Кисляк, конечно, скорчил, но принялся в первом чтении. Ему мир больше нас нужен. Паша Варшавский из штатов вернулся. Навсегда? Нет. Чего-то мутят они там с Акелой по бизнесу. Им самим головняк не нужен. Так что Акела сказал, на мировую согласен, но один вопрос не закрыт. Какой? Кто с Прошкой в паре работал? Доброе утро, джентльмены. Привет. А где же ваша удача? Собрался? Молодец. Иди вниз. Анжелика ждет в машине. Ну что ты сидишь? Иди, иди. Удача тебе самому понадобится. Ну? Даю пять минут, и мы с Анжелой уезжаем. Ты что, не сказал Акеле, с кем Прошка работал? Я не знаю. Подрывника и нанять можно. Прошка же колонулся, что это Пеклов. Я эту шнягу и повторять не стал. Акела бы все равно не поверил. Во время взрыва Пеклов был с ним. Они братаны сто лет. Да и не попрет Пеклов против Льва Георгиевича. Он же без него ноль. Дыхни. Ой, Фёдор Матвеич, да не надо. После этой ночи с Прошкой… Ну ладно, ладно. Молодец. Вечером перетрем эту тему. Уже это не всё, без этого. Не надо орать что-то. Надо вернуться к Пеклову. Адам, 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 адам. Вы что-то в Копот. Адам ухase будет полтора. И вот, ну ладно. Адам, 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 адам. Одним ли ты, вкусно-то. И вот, можно ли ты? Ух, чуть-как. Не банк на закок и дать, Льва грампдах, Война или наша, Тольма. Все равно никаких вариантов. Леня? Ты гений. Ты гений! Ствол на пол. Я сказал, на пол ствол. Медленно. Манкур, мне нужно было только... Заткнись. Ногой ко мне. Ты положи альбомчик. Ага, только аккуратно, чтобы я видел. На колени. Ага, вот так. Хороший мальчик. Игорь Иванович. Значит, все-таки Альма. Ты, конечно, боец сильный, но не бессмертный. Манкурт, не отвлекайся. Только не говори, что ты искал сентиментальные воспоминания Федора Матвеевича. Я и сам не знал, что он держит альбом в сейфе. Ты же видел, что я искал? А, ну да, конечно, бабла немеренна. Да это Джеральд хотел бомбануть папашку. Он мне дал ключи и кодовое слово. Тоже канает версия, да, Манкурт? Ага, конечно. Какой с Джеральда? Шизик и спрос. И что, вчера я бы тебе поверил? Как-то не привык я так с тобой общаться. Может мне встать, а? Ой, не надо. Лежать! Манкурт, Манкурт! Ой! Вот теперь... Руки за шину! Руки за шину! Знаешь, почему я так долго тебя не мог раскусить? Зубки слабые! Ну, тварь! Манкурт! Я тебе поверил тогда в доме Сева Таганского. Как говорит Джеральд, ты красиво работал. И твой друг тоже. Развери вы нас, как серых кроликов. Не хотелось бы тебя огорчать, но сработал ты скверно. Не нашел Кащееву смерть. Чего не нашел? Кассеты! Да он издевается, Игорь Иванович! Кассеты? Какие кассеты? Я первый раз слышу! Ну, с***! Манкурт! Первый раз. Хочешь послушать во второй? Так что мы делаем с кассетами, Лень? Наше дело открыть сейф и достать их. Попробуй, Альма. А теперь очень хорошо подумай, прежде чем что-то вякнуть. Хорошо, поймал. Что дальше? Дальше? Отвечай на вопросы. Только не гонишь-то вы, спецуры, непримиримые борцы с мафией. Ты и дружок твой продажные менты. Вроде тебя. Да нет. Меня сначала из рядов выгнали, а уж потом я продался. Фёдор Матвеич. Анжелика Фёдоровна, здрасте, здрасте. Присаживайтесь. Первый курс вам обойдется в эту сумму. Сумма удваивается в конце третьего курса, если, конечно, нам с вами удастся дойти до второго. Вам кто-то сказал, что я так богат? Нет. Нет. Это действительно стоит того. Такие деньги и никакой гарантии результата. Я гарантирую вам, что я приложу все усилия, чтобы вернуть вашего сына к нормальной жизни. Я один из немногих специалистов, которые работают с агрессивными пациентами в амбулаторных условиях. Поверьте, Фёдор Матвеич, я ставлю на карту гораздо больше, чем это стоит. Ну, по-моему, тут возразить нечего. Ну, в общем-то, да. Я дам вам в охрану одного-двух нехилых. Это исключено. Почему? Лечение требует уединенной доверительной атмосферы только я и пациент. Очень интересно. Доктор. Да. А вы вообще достаточно знаете о моем сыне? Вчера Анжелика Фёдоровна мне всё рассказала подробно. В таком случае не так уж это и много. Кстати, сегодняшний визит бесплатный. Можете звать Евгения, и мы начнем прямо сейчас. Если за полтора часа мне не удастся войти с ним в так называемый терапевтический контакт, я отказываюсь от этой работы и платить вам будет незачем. Или некому. А... Шутка. Надеюсь, что шутка. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Кто вас сюда прислал? Ты что, глухой? Тебя спросили. Манкурт! Скажи, что на кассетах? Отвечу. Ты еще условия ставить будешь? Харе уже! Оставь нас наедине с этим казачком. Игорь Иванович, повторять надо! Я мог бы тебе язык развязать, я это делать умею, но как бывший коллега, все про тебя понимаю. Тебя твои начальники поимели. Как и меня. Думаешь, с чего бы я с этой швалью связался? Деваться было некуда. Меня Будафор спас, а я его. Хм. Ты поможешь мне выбраться? Конечно. Но я должен знать, кто приговорил Матвеича. Попробуй догадаться. Только не играй со мной, ладно? Не имеет смысла. Хорошо. Скорее всего, Азов знает этого человека. Я так и знал, что он никуда не уедет. Он тебя подставил. Ты не ответил, что на кассетах? Ладно. Я расскажу. Я не знаю, но чувствую. Я не вижу, но верую. Если вырастут крылья за спиной, я хочу, чтобы были белыми. Я не знаю, но чувствую. Я не вижу, но верую. Если вырастут крылья за спиной, я хочу, чтобы были белыми.